Эти знамена, собранные под сводами Центрального музея вооруженных сил, свидетельства истории. В разные годы они вручались защитникам социалистической Родины. Среди них и боевые знамена соединений частей и кораблей. На каждом из них, говорил Сергей Миронович Киров, кровью лучших было написано смерть или победа. Наш рассказ о красном боевом знамени, символе воинской чести, доблести и славы. На знамени дивизии почетное наименование. Гвардейская, мотострелковая, пролетарская, московско-минская ордена Ленина, дважды краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия. В нем память о славном пути соединения, о годах испытаний и побед. Сегодня в строю прославленной дивизии молодые воины. Оператора-наводчика боевой машины пехоты, гвардии фрейтера Петра Кошкина, мы снимали в последние дни 1981 года. Год этот памятен для него, для всех солдат и офицеров дивизии. В числе наиболее отличившихся на тактических учениях воинов был и Петр Кошкин. В тот день, когда мы побывали в части, где он служит, был объявлен приказ. Приказ командира войсковой части за отличные успехи в боевой и политической подготовке и примерную воинскую дисциплину во знаменовании 64-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции гвардии фрейтера Кошкина Петра Викторовича наградить личной фотографической карточкой, снятой при развернутом боевом знамени войсковой части. Пройдет время, воины вернутся домой к мирному труду, но эту фотографию у развернутого боевого знамени части гвардии фрейтер Кошкин будет хранить как дорогую реликвию. Знамя — это символ Родины. И навсегда в памяти гвардейцев, в памяти солдат, останутся чеканные, глубокие, исполненные особого смысла слова. Боевое знамя воинской части вооруженных сил СССР есть символ воинской чести, доблести и славы. Оно является напоминанием каждому военнослужащему по его священному долге преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пять родной земли, не щадя своей крови и самой жизни. Трудный и славный путь прошла наша армия, народная, рабочекрестьянская, наша советская армия. Вот самодельное оружие первых послеоктябрьских дней, и рядом с ним первые знамена. Армия, рожденная Великой Октябрьской социалистической революцией, от революции приняла она свое красное знамя. В сентябре 1918 года первое почетное революционное знамя было вручено 5-му латышскому стрелковому полку. Рядом с легендарной буденовской тачанкой хранится ныне знамя 1-й конной армии. И на летопись донесла до нас кадры тех героических лет. В 1926 году был учрежден единый образец революционного красного знамени. В годы первых пятилеток мужала и крепла наша армия. Созданная партией Ленина, плоть от плоти народа, она всегда окружена всеобщей любовью. Это пробитая пулями и осколками, впитавшая в себя кровь бойцов полотнища, память о Великой Отечественной. Среди тех, кто в годы войны сохранил, защитил, вынес из боя и спас боевое знамя части, был и коммунист Михаил Иванович Власов. Его полк сражался в окружении. Он вызвал меня комиссар и командир полка. Я пришел по форме, доложил, а я говорю, Мишенька, не надо. Знаешь, Миш, какое трудное положение, какое трудное положение, но боевое красное знамя, которым мы должны наложить вечно. И мы посоветовались с командиром и комиссаром полка друзей для партнеризации, и получили, Мишенька, тебя и вовсе, комиссар полка, командир полка Спарский. Поцеловали знамя родное. Серьезно, Миш, я тоже. Значит, встал на колени, поцеловал знамя. И говорю, товарищ командир, товарищ комиссар, родное боевое знамя будет жить, пока мое сердце родное бьется. Над всеми нами, на всех фронтах, в пороховом дыму, всегда витало Ленинское знамя. Победа и мы обязаны ему. В жестоких сражениях осени 1941-го родилась Советская гвардия. Было учреждено и гвардийское знамя с вышитым шелком портретом великого Ленина. Именем Ленина под боевыми знаменами сражались и побеждали советские воины. Зазвучали победные салюты. Свободу и мир нес советский солдат городам, деревням и селам. Весной 1945-го наши боевые знамена увидел Берлин. О том, как над фашистским логовом было водружено священное знамя победы, рассказывает бывший командир 150-й стрелковой дивизии, герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Митропавлович Шатилов. Знамя победы, вот оно здесь. Все видели. Вот. И когда оно будет водружено на купол Рестага, это означает, что будет конец войны. До Рестага осталось 360 метров. Всего лишь 360. Но эти были 360 метров. Тяжелые бои. Первая рота 674-го полка. В этой роте в Сьяново находился Егоров Кантарий, которым командир полка Свинченко вручил знамя победы. И врывается сама рота Сьянов в листах. Завязали там тяжелые бои. Осколком гранаты сержанту Ваганову пробило плечо. Но он не ушел. А там, вот подъем, когда вот сюда на правой стороне, там стоял статуя Вильгельма из белого мрамора. Он прислонился вот к этой статуе и правой рукой бросал наседающих немцев. Вот главное, что бойцы какие были. Благодаря вот таких бойцов мы отстояли свободу и независимость против фашистской Германии. И так они поднялись на самый верх и в 21 час 50 минут поставили вот там, где вот маленький флажок стоит. Вот там поставили. у древней кремлевской стены у могилы неизвестного солдата горит вечный огонь. Вечный огонь нашей благодарности, нашей памяти. Свет его озаряет бессмертные воинские символы, каску с пятиконечной звездой и боевое знамя. Высокую и благородную роль в деле воспитания воинов несут традиции подвиг. Большая честь, великая ответственность принять присягу, дать клятву верности родине, партии, народу у легендарного знамени победы, водруженного над поверженным Рейхстагом. СОЮЗСКИЙ 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 СОЮЗ Я клянусь. Я клянусь, так продолжается эстафета защитников советской Родины. Александр Александрович Смирнов воевал в 1939 году на Холхимголе. Прошел дорогами Великой Отечественной. Сегодня стал солдатом его сына. В строю у овеянного славой боевого знамени сыновья и внуки тех, кто прошел в годы войны от Москвы до Берлина. Капитан Виктор Бычков и майор Владимир Кабанов служат в авиационном полку. В их биографиях немало общего. Оба сыновья фронтовиков, оба летчики-истребители, отличники боевой и политической подготовки. Им доверено грозное оружие. Самая сложная, самая современная боевая техника. Капитан Бычков и майор Кабанов входят в знаменную группу своей части. И старинное, неизменно почетное, гордое слово «знаменосец» обретает новый смысл, когда видишь, как владеют они, летчики 80-х, своей техникой, своим оружием. В любой момент готовы они выступить на защиту Родины. Субтитры создавал DimaTorzok Снамен над солдатским строем. Генитному ракетному дивизиону на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, заступить! Так начинается боевое дежурство у воинов противовоздушной обороны. Они всегда на страже нашего мирного неба. Подъема флага начинается день и на всех кораблях военно-морского флота. Флота океанского, всепогодного, атомного, ракетного. Верные присяги и боевому знамени. И в мирные дни на боевых учениях представители всех видов вооруженных сил и родов войск, в условиях максимально приближенных к боевым, в сложной и динамичной обстановке демонстрируют отличную воинскую выучку, настоящий профессионализм. Прочный слав, высокой технической оснащенности, воинского мастерства и несокрушимого морального духа, таков боевой потенциал советских вооруженных сил, говорил Леонид Ильич Брежнев в трибуны 26-го съезда КПСС. 7 ноября, день юбилея нашего государства, алые боевые знамена лучших частей и соединений на главной площади нашей страны. И, глядя на эти знамена, каждый из нас вслед за поэтом может повторить «Я счастлив, что я этой силы частица». Частица нашего славного прошлого, героического, настоящего, нашего прекрасного, светлого будущего. Субтитры создавал DimaTorzok